Друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал Заквасть. Сегодня поговорим про покупку бизнеса. Это весьма интересное место, пересечение 30-й улицы Даш, центр нашего города практически. И вот предлагается к аренде вот такое место. Я немножко назад отойду. Эта вся площадка принадлежит владельцу вот этого помещения. Прилагается вот такой замечательный гараж, достаточно большой. И сюда можно запарковать приблизительно две машины для ремонтных работ. Сумещённо это всё у нас с санузлом. Сюда можно войти. Здесь, видимо, какая-то технологическая комнатка. Здесь сейчас предстоят, видимо, ремонтные работы. Предыдущий владелец всё это дело ремонтирует. Здесь вот навес. И, соответственно, у нас получается ещё один гараж. Ну, сюда уже можно много машин поставить. Единственный минус нет у нас здесь подъёмника. Вот. Если заниматься именно авторемонтными работами, конечно, потребуется покупать подъёмник, устанавливать. И большой плюс, несомненный. Вот этому владельцу принадлежит ещё вот этот вот кусок земли. Поэтому, если мы говорим о том, чтобы здесь делать шоу-рум по продаже машин, здесь вот эти все замечательные машинки можно попробовать выставить на продажу. Что вы ещё раз понимали, там у нас располагается центр буквально, ну, не знаю, две минуты и уже прямо самый-самый центр. Здесь у нас новомодно встроенный район. Кусочек Миттауна. Там у нас Крейтон. То есть, очень достаточно центровое получается место для того, чтобы снять вот такое помещение под бизнес. Вполне вероятно, что в будущем, может быть, поговорить и про выкуп. Но пока, как бы, речь идёт пока про аренду этого помещения. И, в общем-то говоря, кроме дилершипа, имея вот такое центровое расположение офиса, здесь можно открыть параллельно ещё один бизнес, потому что офис достаточно большой, и он подразумевает размещение не одной, а нескольких, как бы, компаний под одной крышей. Вот, в принципе, это теоретически возможно, но надо ещё раз проконсультироваться вот с бухгалтером. Вот такие предложения по поводу бизнеса. Сегодня в Омахо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова